Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы начинаем разговор о книге «Бытия», и прежде чем обратиться, собственно, к тексту этой книги, нам необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Дело в том, что за прошедшее с момента составление этой книги, пожалуй, почти три тысячелетия, вокруг книги «Бытия» возник и распространился эдакий фестиваль глубокомыслия, который включает в себя попытки самых разных людей вычитывать смыслы, которых, в общем, могло и не быть, которые скорее происходят от высокого ума читателей, толкователей, экзегетов. И вся эта вот огромная, экстенсивная, очень цветущая, пышная литература о книге «Бытия» очень сильно и долго замутняла, и замутняет нам возможность все-таки понять, а что же действительно Господь нам через эту книгу говорит. На протяжении долгих столетий было принято считать, что книга «Бытия» отчасти подобна по своей природе, скажем, пророческим писаниям, когда тот или иной автор, вдохновленный Господом Богом, под водительством Святого Духа, слышит некую весть и ее вот и записывает. И таким образом была как будто бы составлена эта книга. Однако же на протяжении опять-таки очень долгого времени накапливалось среди исследователей и толкователей некоторое существенное недоумение, связанное с тем, что в книге «Бытия» есть некоторое количество весьма противоречивых моментов. Рассказы, очевидно, об одном и том же, не совпадающие друг с другом и, в общем, повторяющие друг друга. Парные рассказы – это просто, если хотите, характерная и отличительная особенность книги «Бытия». Многие другие филологические, да и содержательные тоже аспекты и детали – все это иногда смущало людей. И поэтому все время исследователи искали возможность объяснить то, как устроена эта книга и каково реальное коммуникативное намерение автора книги «Бытия». И, подводя итоги этим весьма и весьма тоже продолжительным исследованиям, нужно сказать о книге «Бытия» следующее. Во-первых, «Бытие», ну, так будем его мы называть по привычке, «Бытие» входит в состав пятикнижия, центром которого является книга «Исхода». Те, кто составляли пятикнижие, в окончательную форму его приводили в тот момент, когда народ Божий уже потерпел поражение, уже был в плену, уже в значительной степени потерял собственную идентичность и было вообще непонятно, а выживет он или нет, как таковой. Вот для этих людей было важно положить твердое основание самоидентификации Израиля и его отношениям с Богом. Рассказать о том, что вот сегодняшний, там, 500-го примерно года до Рождества Христова Израиль – это те люди, завет которых с Богом возник вот в таких обстоятельствах, так это все развивалось. Мы с вами говорили об этом, когда рассматривали книгу «Исхода». Вот «Исход» рассказывает, что этот народ начался с Завета, с Синайского Завета, с того, что Бог призвал Моисея, Моисей вывел народ из Египта, и, собственно, эта линия была протянута дальше до современного составителям состояния. Однако очевидно, что рассказ о возникновении Израиля, рассказ о Синайском Завете, не может начинаться, собственно, с одного только призвания Моисея, потому что необходимо также говорить о том, а кто такой Моисей, а что за люди вышли с ним из Египта, при всем том, что даже «Исход» не старается особенно закамуфлировать тот факт, что с Моисеем вышли достаточно разнородные племена. Тем не менее, вот, коль скоро все они называются потомками Израиля, вот вопрос откуда, почему, как это все вышло. И, конечно же, бытие становится своего рода предисловием к тем центральным событиям, которые определяют израильский народ, предисловием к рассказу исхода о Синайском Завете. Ну и, кроме того, чрезвычайно также важно, что в книге «Исхода» мы видим Бога, который дарует народу Божьему закон и, в общем, проявляет в своих чудесах и в своем законе власть над всей полнотой мироздания. Каким образом это возможно? Почему это так? Как это связано с верованиями, с представлениями разных других людей, окрестных народов? Это тоже одна из важных тем для книги «Бытия». Наконец, также для древних авторов всегда любые произведения исторического жанра непременно должны начинаться с самого начала. Поэтому любая история, которую пишут древние, непременно будет начинаться с рассказа о возникновении мира, что само по себе тоже естественно. Это круг тем, который повлиял на отбор преданий, устных преданий, которые сложились в книге «Бытие». Теперь само по себе происхождение текста книги «Бытие» во многом напоминает, конечно же, происхождение текста «Исхода», хотя соотношение частей здесь несколько может быть иным. Во-первых, часть преданий устных, хранившихся в устной форме с незапамятных времен, то есть весьма вероятно со времен Моисея, если не еще раньше, эти устные предания были популярны, известны, по крайней мере, каким-то людям в южной половине земли народа Божьего, в Иудейском царстве. И здесь автор, или, может быть, это был не один автор, автор, который записывал эти предания, называл Бога священным именем Яхве. Это достаточно древние тексты эпохи, может быть, и до первых израильских, первых иудейских царей, ну, собственно, или, может быть, с самого начала эпохи царей. Вот, поэтому автор этих записей не видит никаких еще проблем в том, чтобы использовать священное имя Божье. И поэтому называют Бога Яхве, и, соответственно, тексты, которые принадлежат Перу, этого древнего автора, получили, получил этот автор его текст название тексты Яхлиста. Одновременно с этим, а, может быть, и тоже раньше эпохи царей, даже, вероятно, раньше эпохи царей, где-то в северной части земли народа Божьего, еще пока это нельзя назвать израильским царством, потому что оно еще далеко впереди, тем не менее, где-то вот в северной этой части, среди колен Израилевых, тех, которые потом составят 10-9 северных колен, вот другой автор записывает, может быть, такие же древние, тоже до Моисеева устные предания, но у этого автора несколько иные взгляды, он несколько по-другому на Бога смотрит, ну и, кроме того, называет Бога словом «Элохим», что переводится как, собственно, «Боги». Это такое множественное уважение, надо сказать, что это иногда путает читателей или переводчиков и толкователей, потому что кажется, что за этим стоит какое-то реальное множественное число. Нет, это множественное уважение. Вот «Элохист», автор, еще одной группы текстов живет где-то на севере, в будущем северном царстве, и записывая предания, называет Бога «Элохим». Среди тех преданий устных, которые дошли до «Элохиста», которые он записывает, есть целый ряд параллельных тем преданиям, которые записывает «Эхвист», или некоторые несовпадающие. рассказы тоже. И вот эти два, две группы на самом деле источников устно-письменных, устно-переходящих в письменные на протяжении достаточно продолжительного времени до VIII века дружищества Христова. Вот фиксируются эти две традиции на севере и на юге, а впоследствии весьма вероятно, что после 722 года, после дружищества Христова, разумеется, после завоевания Самарии, когда северное царство пала под ударами ассирийского фараона или царя, кто-то сбежал, сумел удрать от этих самых ассирийцев, ужасных и кровожадных, угнетателей, удрать на юг и унести с собой эти записи элохиста, которые, вероятно, вот после 722 года, но явно до 625 года были объединены в некоторую единую форму. Надо, впрочем, заметить, что для записей предания о Боге, о происхождении народа Божьего, время было, в общем, почти самое неподходящее, потому что основная политическая линия тогдашних царей была направлена на то, чтобы заключать союзы с какими-нибудь правителями окрестными, часто малосимпатичными, ну и уж в любом случае языческими, что требовало соответствующих процедур, клятв языческими богами, установки памятников языческим каким-нибудь тоже божествам посреди Иерусалима и так далее, и тому подобное. И те люди, которые в Иерусалиме и его окрестностях не одобряли подобного рода вещей, высказывались крайне жестко, и поэтому становились жертвами агрессии разнообразных царей и царьков, сменявших друг друга в те времена на престоле южного царства, то есть северное к тому времени уже пресеклось. Так вот, пророк Иеремия говорит об этих временах, что в те времена меч пожирал пророков, как лев. Соответственно, те записи, которые были принесены с севера, и те, которые существовали в Иерусалиме, были, в общем, до некоторой степени подпольной литературой, поэтому как-то их сформировали в единый архив, но далеко не факт, что это был именно единый документ, может быть просто вот некоторая коллекция текстов. Наряду с этим и примерно в ту же самую эпоху, то есть, скажем, условно от 700 до 625 или 609 года до Рождества Христова, появляется также некоторый текст, который в конце концов лег в основу книги «Второзаконие». Исследователи говорят, что, возможно, перу того же автора принадлежит не только второзаконие как таковое, но и часть других текстов в пятикнижии. Возможно. Хотя, конечно, присутствие второзаконнических текстов в книге «Бытие», о которой мы говорим, это присутствие достаточно условное. Книга «Второзаконие» около 625 года, примерно, до Рождества Христова, была найдена при ремонте Иерусалимского храма и вот провозглашена законом жизни Южного царства, к сожалению, на довольно ограниченное время, потому что совершивший эту религиозную реформу царь Иосия в 609 году нелепо погиб в битве при Мегидде. Итак, вот еще один авторитетный источник текстов, особняком стоящий по отношению к текстам Яхвиста и Элахиста. Ну и, наконец, вероятно, где-то перед пленом также фиксируется ряд текстов, сосредоточенных, я бы сказал, на идее единой религии Израиля, единого культа и централизации богопочитания. То, что называют теперь священническим кодексом, эта группа текстов сложилась в священнической среде, сосредоточенной, естественно, вокруг Иерусалимского храма. В бытии также из этой группы тексты присутствует. Ну и, наконец, как мы, вероятно, говорили с вами, где-то во время плена, в начале, от начала и до конца пленной эпохи, происходит систематизация всех этих текстов, вынесенных из Иерусалима после Вавилонского завоевания. И вот составление из них некоторого относительно связанного, насколько это возможно, связанного текста. Пятикнижья. Вот бытие занимает в нем некоторое предварительное место. Повторяю, что, вероятно, и смысловым, и хронологическим, так сказать, центром пятикнижья все же надо признать исход, композиционным таким центром исход. И вот бытие это становится сборником того, что до исхода происходит, к исходу не относится. Ну вот для составителей их поколения представляет собой естественный фон, предание того, как происходило, и как складывалось историю народа божьего. Вот этот длинный путь от устных преданий до окончательной фиксации в составе пятикнижья, в той форме, которая более или менее до нас дошла, этот путь занимает порядка тысячи лет, и в нем принимают участие самые разные люди. Несколько авторов, вероятно, редакторы, и, вероятно, составители тоже, скорее всего, не один. С этими текстами, с тем, как их компилируют в единый свиток, в единое произведение, связаны некоторые особенности книги «Бытия», в частности, которые надо иметь в виду при толковании, при попытках объяснить, почему книга устроена вот именно так. В частности, как мы уже сказали, конечно, многочисленные повторы. Когда одну и ту же историю упоминает и ехвист, и элохист, а иной раз еще и автор Священческого кодекса, составители в подавляющем большинстве случаев не находят нужным и не считают возможным выбрать из этих двух несовпадающих историй какую-нибудь одну, а помещают их обе, в лучшем случае разнеся, вставив между ними какой-то еще кусок текста, а то и прямо подряд, как, скажем, первые и вторые рассказы о сотворении мира, явно совершенно по-разному устроенные у ехвиста и элохиста, ну вот и так рядом их повтором расположили. У авторов действительно несколько разный взгляд на Бога, на то, кем он для них в первую очередь является. Сострадательным, способным пожалеть или в первую очередь отстраненным судьей. Одно, по большому счету, не исключают другого, но вот авторы в этом отношении сильно расходятся, а составитель снова не считает нужным проводить такую унификацию взглядов. Кроме того, конечно, характерной особенностью книги, особенно в начале, являются такие персонажи, которые вдруг возникают неоткуда. Скажем, там, Каин женится, и у читателя, особенно у того читателя, который первый раз читает этот текст, возникает неизбежный вопрос, а где он взял жену, если только что сотворили Адама и Еву, Адам и Ева родили Каина и Авеля, и вдруг Каин женится. Да, откуда? Ну, во-первых, мало чего, откуда могло быть и не записано. Но дело в том, что это фрагмент другого предания, где в контексте это вообще может не иметь значения. И поэтому вот таких случаев, да на самом деле тот же змей, который был хитрее всех зверей полевых, он тоже берется неоткуда, точно так же, как жена Каина. Связаны подобные особенности повествования именно с многосоставностью текста книги «Бытия». Ну и, конечно же, также мы увидим с вами, что и списки, в тех случаях, когда авторы приводят списки, могут быть разными. И цифры, там вообще много таких трудных для объяснения цифр, в частности, в продолжительности жизни. Все это в значительной степени связано с вот таким составным характером повествования. Теперь, может быть, гораздо важнее этого, конечно же, разговор о том, что хотят сообщить нам авторы, каковы их коммуникативные намерения, то, что мы бы назвали по-русски возвещением, ну или уже вполне тоже привычным русским словом месседж. что хотят сообщить авторы читателю. Причем, иной раз не вредно было бы различать, что хотят сообщить или зафиксировать те авторы, которые делают устное предание письменным, и что, используя этот текст, хотят сообщить читателю составители, которые живут там на сколько-то столетий позже. Так или иначе, если исход эта книга о том, кто такой Бог, который призвал себе и образовал себе народ, и создал себе тот народ в среде, которого составляется пятикнижие, бытие, эта книга о том, конечно, откуда взялись эти люди, как строились их отношения с Богом. Очень часто подробности, которые, как нам кажется, подлежат глубокому, сложному, изощренному толкованию, на самом деле в коммуникативное намерение автора вовсе не входят. И здесь, конечно, следует быть очень-очень аккуратными. В целом, надо сказать, что, как правило, коммуникативные намерения авторов довольно узкие, ограниченные, вовсе не пытаются они создать глубокомысленные псевдодуховные поучения, исполненные символизмом. Кстати, надо заметить тоже, что авторы порой пользуются символами и даже довольно успешно, нередко. Но символизм как таковой им все-таки глубоко чушь. Это еще довольно архаичная эпоха, когда складываются предания, лежащие в основе бытия. Поэтому зашифровать, что та деталь должна символизировать одно, а другая деталь символизировать другое, а потом средневековые христианские писатели пытаются расшифровать, что же там имелось в виду, а там ничего не имелось в виду. и все это совершенно произвольное навязывание тексту смыслов, то, что у библеистов принято называть вчитыванием. Итак, достаточно ограниченное коммуникативное намерение, узкое. Пожалуй, еще важно обратить внимание вот на что. предания возникают и потом фиксируются первыми авторами, ну или, может быть, вторыми, первыми, скорее, яхвистом, аллахистом, авторами священнического кодекса, фиксируются в довольно архаичной, но все-таки многоликой культуре. Здесь рядом есть множество разных народов, которые сходными преданиями обладают, сходными, но не идентичными. И у каждого из них есть некие рассказы, скажем, о своих предках. Есть некий масштабный миф о генеалогии человечества, одна из версий которого, в частности, зафиксирована в рассказе о сыновьях Ноя. Ну и, само собой, разумеется, есть миф о возникновении мира. И авторы часто используют эти общеближневосточные предания просто потому, что их не надо ни подробно расписывать, ни объяснять, достаточно упомянуть, потому что все так думают, все это знают, все это понимают. И про потоп, и про сотворение мира, и даже отчасти и про райский сад, и так далее. Еще раз повторю, когда коммуникативному намерению автора не мешает общее ближневосточное предание, он вполне его воспринимает из культурной среды, потому что эти предания одинаковые, практически общие для Израиля и окрестных народов. Это одно, а второе не менее важное, что авторы при этом подвергают эти предания очень внимательной, тщательной переработки. Главным образом в том, что оттуда вычеркнуты намеки на многобожие, оттуда вычеркнуты вещи, которые можно было бы интерпретировать, увидеть, как богов, которые сопутствуют, так сказать, единому истинному, единственному богу. Вот следы этих языческих взглядов и картин, как правило, вычищаются достаточно тщательно, а больше, собственно, ничего и с этими преданиями часто не делается. Ну и в общем, да, христиане, да не только христиане, здесь попадают в жестокую ловушку, потому что мы пытаемся истолковать то, что является частью ближневосточных архаичных исторических преданий, а не тем, что бог продиктовал нам в качестве домашнего задания. теперь еще, конечно, нужно в связи с этим обратить внимание, что, пожалуй, наряду с разнообразными попытками аллегории и символизма, также часто люди в самых разных поколениях, в новые времена, в древности, также склонны относиться к тексту книги «Бытие», как к своего рода божественному диктанту, к тому, что богом продиктовано, и поэтому обязано быть абсолютно точным во всех своих подробностях и деталях, а это тоже чаще всего не так. Поэтому, когда автор использует некое предание, он черпает в нем то, что в нем есть, и то, что подходит для его целей. Если он что-то и редактирует, то отменяя божественный статус других персонажей, собственно, и все. И поэтому эти предания какую-то одну важную для автора или составителя мысль предъявляют читателю, а все остальное оказывается, ну, в общем, не слишком важным. Так в навигаторе прорисовывается путь, ну, и вокруг каким-то образом кварталы, леса, поля, долины, горы, реки. Ну, очень условненько. Дома в виде квадратиков и так далее. Очень условненько, потому что не об этом речь. И воспринимать вот это вот все, что по обочинам рисует навигатор навигатор, как содержательную информацию о том, как устроен мир, в общем, не вполне адекватно. Теперь, подводя итог этому предварительному разговору о книге «Бытие», нужно вот что сказать. эта книга написанная для тех людей, которые пытаются нащупать собственную идентичность. Кто такие мы? Вот мы, которых царь Кир II отпустил из Бавилона, вернувшиеся в Иерусалим на развалины, пытающиеся здесь устроить жизнь. Кто такие мы? Мы потомки тех, кто заключил завет с Богом. А эти люди прежде, чем заключить завет с Богом, вот прошли в несколько поколений, много поколений определенный путь. Это основная мысль для исхода и бытия. Заметьте еще, что бытие, как и исход, исповедует принцип или парадигму, если хотите, племя в основателе, представление о том, что вот есть некий человек и все его потомки, как, скажем, в случае с Авраамом, это потомство, которое пачит числа песка морская, все его многочисленные потомки, или вот те люди, которые на Синая говорят, все исполним, будем послушны, все их многочисленные потомки в этот момент находятся в них самих, вот прямо в биологическом смысле этого слова. Так они думают и называют себя семя Авраама. И поэтому, когда они что-то перед Богом делают, заключают завет, спорят с Богом, или поклоняются, склоняются перед Его волей, приносят Ему свое будущее в дар или в жертву и принимают отказ Бога от таких жертв и приношений, все это происходит со всеми будущими поколениями. Читатель, для которого эти тексты написаны, в самом биологическом прямо смысле уверен, что в Аврааме внутри его организма присутствуют еще не рожденные все поколения его потомков. Это чрезвычайно важно тоже. Теперь тоже нельзя не обратить внимание на то, что предания действительно древние, и они действительно формируются в архаичную эпоху, еще задолго до не только ассирийцев с вавилонинами этих завоеваний, а может быть и задолго до эпохи царей вообще. И поэтому для действующих лиц, ну, кроме Бога, само собой, разумеется, характерны представления культурные, религиозные, нравственные нормы архаичной эпохи. И то, что вызывает, скажем, недоумение в эпоху древнюю, но не столь архаичную, где-нибудь после плена, да, у современного читателя иной раз вообще вызывает возмущение и просто непонимание. Но с чем мы сравниваем, с чем мы сравниваем, с какими, так сказать, обыкновениями, какой эпохи сравниваем мы те идеи, которые одухотворяют действующих лиц книги бытия. Это тоже очень важная вещь, на это надо делать скидку, чтобы отличить, что же все-таки вечные, неизменный бог говорит нам через эти тексты, а что в общем можно оставить достоянием архаичной культуры. Ну и еще раз повторю, что как правило, если предания касающиеся истории Ближнего Востока существуют и известны для окрестных Израилю культур, то как правило авторы бытия и составители бытия тоже не игнорируют это предание, наоборот включают его как всем известное, но лишь модифицируют с целью устранить всякие намеки на многобожие. вот это в самых общих чертах вещи, которые нам важно проговорить, прежде чем обращаться к тексту, но при этом будем с вами помнить, что книга бытия одной из самых изучаемых и комментируемых текстов в истории человечества вообще ну, пожалуй, может быть, только с Евангелием можно рядом поставить. И, конечно же, разброс мнений, взглядов вокруг книги бытия чрезвычайно велик. Продолжение следует...